Марка Астон Мартин провела российскую презентацию своего первого кроссовера DBX аж полтора года назад. Но потом случился пандемический локдаун и поставки живых машин оказались отложены. Сильно отложены. Так, единственный московский дилер Avilon получил первую партию дорогущих паркетников только сейчас. За каждый экземпляр продавец просит около 19 миллионов рублей. Но базовую версию можно купить под заказ за меньшую сумму. Напомним, что приподнятый Астон получил основные агрегаты от AMG-версии Мерседеса GLE. Это 4-литровый битурбомотор, 9-ступенчатый автомат и раздаточная коробка. Впрочем, британцы не опустились до того, чтобы взять чужую платформу. У DBX собственная архитектура, унифицированная со спорткарами. А еще кроссовер имеет кузовные панели из алюминия и композитов, а также утопленные ручки и безрамочные двери. Эти решения давно стали визитной карточкой марки. Не имея 19 миллионов, но желая заполучить нечто невообразимое, можно обратить внимание на Audi RS Q8. Он оснащен 600-сильным битурбомотором, который вдобавок имеет мягкогибридную надстройку. За 10 миллионов 240 тысяч рублей флагман немецкой марки предложат активный задний дифференциал, полноуправляемое шасси, спортивную пневмоподвеску и колеса аж на 22 дюйма. Хотя углерод-керамические тормоза – платная опция. В базовую комплектацию включены матричные фары, комбинированная обивка, четырехзонный климат-контроль и премиальная акустика. Этот список можно дополнить кожаным салоном, стоимостью под полмиллиона рублей и другими излишествами. Дорого? Как посмотреть. Та же начинка, но под личиной Lamborghini Urus обойдется почти вдвое дороже. Как говорят гуру маркетинга, посмотри на конкурентов, но сделай лучше. Так в Ауди решили взглянуть на опыт Даймлера, который под маркой Maybach продает не самостоятельные модели, а самые дорогие версии Мерседесов. Статус суббренда оказался на редкость успешным. За пять лет выпущено более 60 тысяч удлиненных седанов S-класса. Причем на многих рынках, включая российский, на Maybach и приходится больше четверти продаж упомянутого S-класса. Чтобы повторить стратегию, в Ауди извлекли из запасников бренд Хёрх, почивший почти столетия назад. Если верить свежим шпионским снимкам, Хёрхем станут именовать удлиненную версию длиннобазного седана А8. Субтитры создавал DimaTorzok